Олег Георгиевич, ваши комментарии по сегодняшней игре? Я думаю, что в первую очередь из-за того, что мы не отвечали тем скоростям, которые нам предложил Енисей в первую очередь, здесь много факторов. Может быть, это связано и с дальней поездкой в Хабаровск, и с возвращением, сменой поясов часовых, но в первую очередь, конечно, дело в нас, и хочу извиниться перед всеми болельщиками, Ахмад. Ваши вопросы, коллеги. Да, мы, по-другому, церкви телеканала Афонова, а скажите, насколько для вашей команды важен Кубок России? Ну, конечно, важен. Дело в том, что мы даже вы видели сегодня, играли основным составом, мы, конечно, хотели победить. Команда хочет и клуб, конечно же, в первую очередь, двигаться вперед, и очень важно было сегодня, конечно, сыграть и выиграть. Но, подчеркну, Енисей очень организованно играл, заслужил, наверное, победу, хотя по моментам можно здесь поспорить, мы достаточно так же много создали моментов. Но Енисей забивал, а мы нет. Ну, можно что-то вопрос. После игры сегодня часть наших игроков просто упали, рухнули. Было ли легко привыкнуть к такому синтетическому покрытию? Ну, как я сказал, что есть масса причин, почему мы не так выглядели свежо. Но одна из них, конечно же, кроется в том, что мы первый раз, конечно же, играем в манеже. Возможно, это так же непривычно. Но не хотел бы делать на этом наши проблемы. Как я сказал, что самое главное, что мы проиграли всей командой, и за это несем ответственность. Еще вопросы. Можно ли провести параллельник Енисея и команды ФПЛ, с которыми вы уже играли? Ну, сложно сказать. Опять же, мне очень понравился Енисей. Команда не зря занимает, я думаю, лидирующие позиции сейчас ФНЛ. Пожелаю, конечно, удачи и успехов, чтобы команда была в премьер-лиге. Спасибо. Спасибо. Спасибо.